и уважаемые читатели мы продолжаем рассказывать вам о людях живущих рядом программе земляки сегодня принимает участие вахре владислав александрович здравствуйте александрович скажите пожалуйста о своем детстве дело прошло своих родителях 6 сказать можно родителях родился в сороковом году школу пошел отца уже не было отца на фронт забрали но уже похоронка пришла где-то в сорок пятом году похоронка что похоронка пришла что он не погиб пропал безвестия все уже жили с матерью где же ну мы сначала жили под хантом цветомина а потом значит переехали в камень сорок сорок шестом году приехали в конду в кандинск переехали мы сразу деревне учени там там жили после этого там я вроде два или три класса закончил потом ягодные переехали мать вышла замуж за отчима и после этого он работал в милиции его перевели в конду и в кандинске мы жили в кандинске закончил я девять классов потом я у меня тут получилось воспаление лицевого нерва в общем лицо было искаженное я не стал учиться пошел собственно работать поработал потом меня забрали в армию в армия три года в погранвойска служил сначала туркмении марах там школу прошел а потом перебросили в карелию в карелии там два года там потому что через год я в отпуск съездил потом служил после службы приехал домой уже и снова устроился на работу устроился на работу значит тут у меня брат был родной брат он это работал работал райкомиком самого и он мне посоветовал съезде как играет поучись на киномеханик ну ладно я как говорится сразу с работы уволился и поехал ГПТ вот под Тюменью лесозавод там был там вот закончил оттуда направили в ханты а в хантах уже сразу мне сказали что вы поедете луговую работать сразу в конду приехал к минске значит оформили или я в луговой сразу проехал приехал там работал я луговой пять лет киномехаником строго пять лет отработал и потом тут у меня помощником была вершакова а ее муж работал водителем милиции он постоянно меня давай милицию милиция но все потом как-то неожиданно я получилось так что написал заявление все документы отправил и и опять начал работать работал уже и забыл что я написал а потом где-то осенью меня звонят мне говорит Владислав Александрович выиграет сегодняшний день говорит у нас работаете милиции а я говорю вот как мне киностанушку надо ждать а вот как хотите ну все вот днем я работал там а вечером кино гнал ну все вот там несколько дней потом все таки мне прислали киномеханика говорят что в каждом деле было сложно начать работать с чего началась вот ваша служба в органах внутренних дел вот я начал сначала я сразу значит меня приняли должность участковым инспектором ослужил я луговую луговую ну иногда выезжал там же луговой тогда же не было что в междуреченке еще то в этом ягодный там то еще куда поселки вот то в это устьяха ездили но там устьяха то там были правда участковая но все равно мало ли что какой-то суд или что вот так вот ездили все после каком писать 72 вроде семьдесят трон значит перевели это помню между реченск там построили здание и вот там я проработал тоже участковым где-то года четыре наверно а потом мне значит сказали говорит вы давайте следствие ну как говорится у меня еще образование то такого собственно нет но практика то работа уже была сегодня начал работать следствие где-то тоже проработал года четыре наверно потом вот закончил высшую школу очень заочно закончил высшую школу кеменскую и после после этого значит там уже а потом я уже потом а тут еще-то лет шесть-семь наверное проработал потом перешел дежурную часть дежурная часть это как говорится сердце милиции потому что там поступает все заявления и как говорится решает их исполнение какие преступления были самыми распространенными в годы вашей службы ну как тут преступления вообще-то много было но большинство кража и хулиганка кража и хулиганка вот и все а так остальное ну там были конечно но мало как-то было остальное кража и хулиганка говорят что за время службы у полицейского спасателя пожарного вырабатывается профессиональный иммунитет и он может оставаться абсолютно спокойным но в отношении любого преступления это на самом деле так или все равно внутри против преступников да нет тут как можно сказать что понимаете тут как-то вживаешься в эту как говорится в роль в эту милиции и уже потом получается даже вот ночью даже дела расследуешь во сне сам ты не помнишь а попробовать говорить то опять опять говорит начал в твою работу вот так вот как дома относились к вашей работе к тому что вы сутками на работе бываете жена спокойно к этому относилась ну как конечно спокойно потому что работа есть работа а куда деваться было раньше ведь и здесь и не было такого чтобы туда можно сюда было вот милиции и наблюдают тромбос одно из двух ну как говорится я в лесу поработал до армии то поработал в лесу я свалил на лошадях возил лес так что работа это нормально было сколько лет вы отработали в органах мвд 30 лет сегодня вот если вернуть то время пошли бы снова если вернуть то время да пошел бы своих коллег вспоминаете часто с кем работали сейчас то вспоминаю хорошие люди были которые 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 ушли с кем вам пришлось поработать за это время но здесь как тут вот шахтер николай иван иванов иранов владимир александров здесь кто тут но эти масич гордеев они в кандинске были а тут остальные уже ушли ну милиционеры там есть еще сухов юра как ваша жизнь складывалась на пенсии ну честно сказать на пенсии конечно неплохо но бывает так что и времени хватает все что-то занят но летом огороды там полностью огороды зимой вот и холода что-нибудь вяжу вяжите плиту бумажную лозу из журналов выбираю из бумажную лозу там цвета подбираюсь вот например несколько журналов и вот из тех смотришь ага цвет цвет такой цвет такой подбираешь цвета а потом это все скрутил уже трубочку а потом надо корзину корзину сплел надо лукошко лукошко спрел надо под цветочник под цветочник все то вот так вот то ну все собственно в общем скучать некогда скучать некогда ага скучать некогда действительно сегодняшним полицейским что бы вы пожелали ну я конечно пожелал хорошей работе и во первых во первых главное забота о людях спасибо владислав александрович что приняли участие в нашей программе всего доброго до свидания музей и и и и и и и